Приветствую вас! Я полагаю, что разница вся, в общем-то, именно в том, что вы хотели задать свой вопрос в режиме VIP, чтобы, ну, больше людей посмотрело ваш вопрос, чтобы больше людей с ним ознакомилось, вот, ага, я думаю, что ваша ошибка заключается в том, что вам никогда не надо было новый вопрос сделать, просто старый вопрос сделать VIP, так можно. Вот. Что ж, давайте поисследуем ваш текст, написали вы немало, чувствуется, что вас эта вся история волнует, конечно же, ну, а как, в общем-то, как, в общем-то, может быть по-другому, да, это естественно и нормально, то есть вас волнуют эти вещи, то есть вас волнуют эти вещи, вот, поэтому давайте попробуем ответить на ваши вопросы. Понимаете, то, что вы описываете, очень похожи на ситуацию, в которой вы не видите себя, не видите корня проблемы. он заключается не в том, чтобы измениться, например, например, он заключается не в том, чтобы вернуть мужчину, он заключается не в том, чтобы что-то понять для себя, для вас. Он заключается в том, что вы стали человека контролировать, что вы стали человека ревновать, и что вы были вечно недовольны. Понимаете, какая штука? И именно этот момент, именно этот момент определяет все остальное. То есть я имею ввиду, именно этот момент сделал вашу ситуацию с вашим мужчиной возможной. Именно этот момент привел к тому, что вы расстались. И правда заключается в том, что возвращать вам нужно не мужчину, то есть как бы вам нужно возвращать не его сейчас и не винить себя в том, что произошло. То есть вы следовали своим определенным желаниям, вы следовали своим определенным каким-то потребностям. То есть ваша ревность, например, она взялась не на ровном месте, да, у неё были причины. Ваше недовольство взялось не на ровном месте, у него тоже были какие-то причины. Вот. То есть нужно именно исследовать это. почему вы были недовольны, почему вы стали черствы, почему вы ругались с вашим мужчиной, из-за чего вы ругались с вашим мужчиной, вот это нужно исследовать. И если получится это сделать, если получится исследовать данный аспект, если получится исследовать данную ситуацию, если будут выявлены причины, по которым вы за своим мужчиной ссорились, например, то в этом случае уже можно будет говорить о том, что ваши отношения возможно реанимировать, потому что сейчас, даже если вы его вернете, сейчас даже если вы его вернете, вы же останетесь в той же, вы же не изменитесь, все будет так же, как и было раньше. И стоит вам перестать бояться потерять, например, человека, и тут же, тут же, тут же, тут же вы опять будете потихонечку возвращаться к тому, что было изначально. Почему? Потому что именно в вас, именно в вас перемен не произошло, кроме того, что вы поняли, что сделали ошибки, кроме того, что вы сделали не так. То есть, понимаете, когда вам говорят «Мама говорит», когда вы сами говорите, что я все это сделал не так, что я виноват, что вот это все, это оценка. Можно сколько угодно себя оценят, можно сколько угодно себя винить, Но правда заключается в том, что виной и обвинением вы ничего не добьетесь. Просто раньше вы обвиняли, грубо говоря, своего мужчину, а сейчас вы обвиняете себя. То есть, по сути, ничего не изменилось. Там еще свекровь, масло в огонь подливает, говоря, что вы не правы были и так далее. Знаете, какая штука? То есть, исправлять ничего не нужно вам. Вам нужно раскрыть то, почему вы ругались, почему вы стали черствовать, почему вы стали себя так вести, откуда взялась вредность. Вы должны раскрыться, изменить свое поведение и показать мужчине, что да, вы поменялись, вы стали немножечко другой. И от того, готов ли он с вами встречаться дальше или нет, уже зависит будущее ваше отношение. Но, лейтмотивом через все ваши сообщения идет ваша какая-то, знаете, ну, наверное, зависимость. Наверное, зависимость от мужчины. То есть, когда он говорит, типа, что вот, значит, он сказал, что все устал, надо раздаваться, причина может отказать переезти. То есть, я тогда все переосмыслил и принял решение переезти. То есть, такое ощущение, что вы уступали. Такое ощущение, что вы уступали, что вы наступали себе на горло, что вы сдавали позиции ради него. То есть, приносили себя в жертву ради него. Но принесение в жертву себя ради него не дает вам ничего. Наоборот, порождает неудовлетворенно. Дальше мы купили квартиру, он взял доцеку на себя, начали делать ремонт, ругались, конечно, много по этому поводу. Почему, конечно? Почему, конечно? Почему, конечно? Откуда это, конечно, взялось? То есть, вы пишите так, как будто это нормально. В последнее время я стал один черт свой. Так вот, опять же, да, в последнее время. Из-за чего? Ну вот. Я просто стал эгоисткой. Опять же, из-за чего? Может быть, вы стали эгоисткой именно из-за того, что принесли себя в жертву мужчине, по сути? В один день, так, где он сказал, что я дала ему день на размышление, и настоял на встрече. Что значит, дала ему день, и настоял на встрече? То есть, знаете, это вы все делаете для себя. Вы дали ему день и настояли на встрече для себя. Я вас не обвиняю, просто хочу понять, что вы хотите глобально. Вот. На мой вопрос мэр Сеншин ответил, наверное, да, я потребовал точного-точного ответа. Опять же, зачем? Зачем вы потребовали точного ответа? Ну, значит, я просто шаг за шагом разрывала наши ниточки, которые связывали нас. Нет. Это иллюзия, никаких ниточек нет. И вы не можете разорвать все ниточки сами. Для этого нужен еще второй партнер. Так, вы знаете, да, вы как снимали с себя ответственность до разрыва и возлагали полностью на мужчину. Так, и сейчас вы полностью берете этот ответ на себя же опять. То есть, по сути, ничего не изменилось. Просто полярность поменялась, но по сути, ничего не изменилось. Только когда я его потеряла, поняла, что каждое моё действие было неправильным. Вы поняли, что каждое действие было неправильным, именно потому, что вы его потеряли. Но правильным или неправильным было действие оценивать, вы не можете, потому что это нереально оценивать действие с точки зрения, правильно или неправильно. Никто не знает, что правильно, а что неправильно. Вы потеряли человека. Вы потеряли что-то в нем для себя. Да, именно отсюда у вас возникло ощущение, что каждое ваше действие было неправильно, все вы делали не так, осознало каждую ошибку. Почему вы считаете, что это была ошибка? Ведь вы действовали так, как вам хотелось. Вопрос заключается в том, чего вам хотелось. Я готов вас все исправить, я готова на перемену в себя. Окей, супер в себе. Окей, если вы готовы на перемену в себе, прекрасно. Выбирайте себе психолога и начинайте работать над теми аспектами, которые я указал, над теми моментами, на которые я обратил ваше внимание, я надеюсь. Вот и все. Причем здесь возврат человека, причем здесь заинтересованность его чувствами. Если вам нужно меняться самой, если вы хотите меняться с собой, меняться, но не для него, а для себя, это очень важно. Вот прошлая неделя с того момента, как мы расстались, и как, вот вы перемену в себе организовали, работу с психологом организовали. Отвечалась с его мамой, зачем? Говорили очень долго. Она рассказала мне моих ошибок в наших отношениях, обещает помочь, очень величие, что нам все так. Во-первых, никаких ваших ошибок в отношениях нет. При этих лишних привлекать в отношениях тоже не стоит, потому что ничего хорошего из этого не получается, как показывает практика. Помогать, ну, я не знаю, если мама поможет, то как на это отреагирует мужчина? Если мама поможет, а будут ли это вашими отношениями тогда? Ну, то есть будут ли отношения вашими? Вот. Если мама поможет, она потом будет от ваших требований, вы будете не свободны еще и от нее. Пока вы не свободны только от мужчины, вы будете еще не свободны от нее. Для чего? Для чего вам это? Вот. По какой причине вы пожертвовали, по сути, своими планами на жизнь, братья мужчина? Какими целями, какими ценностями вы в этот момент руководствуете? Очевидно, что эти ценности причиняют вам боль, они обманчивы. Так. Он говорит, если я убил все чувства, у него нет. Убить чувства невозможно, потому что чувства они либо есть, либо нет. Они не зависят от действий другого человека. Если он пока сам не знает, чего хочет, это возможно именно из-за власть его поведения. Это возможно, что он не знает, чего хочет. Это так. Это так. Зазванивались по-русски с ним, он разговаривает со мной, рассказывает какие-то ситуации в жизни. Обожем-зазванивались, на контакт идет, на мои слова, я соскучился, мне трудно без тебя. Говорят, я не могу сказать то же самое. А потому что он вот понимает ваши слова, как то, чтобы опять ходить с ним, и опять все будет по-прейнему. Спрашиваю у него, ты боишься, что ничего не изменишь? Он говорит, нет, я просто не знаю, чего хочу, не знаю, что я чувствую. Я думаю, что человек просто не хочет брать ответственности. Он знает, что он чувствует, просто его чувства для него перестали окупать то напряжение, которое в нем было. Как человек может не знать, что он чувствует? А дело не в нем, дело в вас, понимаете? Может, он действительно не знает, что чувствует. Может быть, он действительно у него проблемы. Это вас не касается. Вам нужно о себе думать. Вот он мне говорил, я тебя люблю очень, но сегодня с тобой хорошо, не переживай, мы совсем не справимся. Когда он это говорил? Опять же, понимаете, какая штука? Я тебя люблю очень, все у нас с тобой будет хорошо, не переживай, мы совсем справимся. Это успокоение, но это не факты, не конкретные действия. Пусть один говорит, что не знает любить ли он меня. Не могут чувствовать, тем более любовь исчезнуть в один миг. Это вы правы. Я очень люблю этого человека, как ваша любовь проявляется. Как ваша любовь проявляется? Конкретно. Чего вы хотите для этого человека? Мы строили большие планы на будущее, я вижу в нем своего мужчину, я очень хочу все вернуть. Нет вашего мужчины, есть партнер, понимаете? Нет вашего мужчины. Планы на будущее вы можете строить свои, которые могут совпадать с планами человека. Но, как вы пишете, мы строили большие планы на будущее, мы. Вот это вот растворение в личности другого человека. Отсюда, возможно, ваша черность, контр-контроль и прочее. Так, я вижу в нем своего мужчину, своего мужчину сказал, что он не может быть вашим мужчиной, я очень хочу все вернуть. Вот именно, вы хотите все вернуть, но все вернуть не получится, потому что любой разрыв меняет людей, любой разрыв видоизменяет отношения. Поэтому отношения, даже если они возобновятся, такими, как раньше, уже не будут. А вы хотите вернуть все, опять же, для себя. Вопрос заключается в том, для чего, что конкретно вам нужно. Все вокруг говорят, что ему просто нужно время переосмысливать, и я должна подождать. Я бы сказал, что это не личного смысла, но вам имеет смысл ждать только в том случае, если вы с ним быть не поддерживаете общение, в котором комфортно ему и вам, если вы работаете над собой. Я говорю, ну как я могу сидеть и бездействовать? Это реторический вопрос, потому что вы можете сидеть и бездействовать, если того хочет ваш мужчина, если вы его любите, а значит уважаете его выбор. Вопрос в том, что вы понимаете подсидеть и бездействовать. Если вы понимаете подсидеть и бездействовать, например, работу над собой, ну в таком случае, то, что вы сказали, что готовы на примеры в себе, это неправда. Если вы считаете бездействием, то, что вы просто общаетесь на какие-то отвлеченные темы, извините, это тоже неправда, это тоже не любовь с вашей стороны, потому что вы хотите именно чего-то от человека, а любовь это желание отдавать. Если вы человека любите, вы просто будете дарить ему свое общество, дарить ему свое внимание, а не писать, что я соскучился, мне трудно без тебя. Это эгоистичность. Знаете, это эгоистичность. В эгоистичности ничего плохого нет. Но, а, она не связана с любовью, и, б, ее нужно реализовывать самостоятельно, без человека. И, в, ничего же не изменилось. Знаете, я соскучился. Мне трудно без тебя. Это про себя, но не про человека. Любовь не проявляется в этом. Дальше. Эм, так. Эм, я признаю свои вины, только я должна... Нет. Никакой вины нет. Виноват здесь нет. Есть все действия человека, есть его мотивы, и все. Исправлять должны не только вы, но и он, потому что за отношения не стоит ответственность оба человека. Оба. И вам нужно свою ответственность. Отграничить от его. Я готова делать шаги, но боюсь, начну делать это слишком радо, и не могу опоздать, и он действительно оценит ко мне. Почему вы боитесь, что он оценит к вам? Почему вы боитесь опоздать, если вы его любите? Разве любящему человеку не все равно, любит ли его взамен? Ну, в ответ. Точнее, точнее. Вот. Это первое. Второе. Вам сейчас шаги делать не нужно, вы уже проявляете то же самое по отношению к мужчине, что и раньше эгоизм, вам нужно работать над собой, становиться более независимым и более самодостаточным. Чтобы мужчина это увидел, увидел ваши изменения и решил, хочет он быть с вами или нет. А о каких шагах вы говорите, для меня загадка. Он просто не давит на него, хотя и говорит, что может писать сообщение. Как это понимать вообще? Понимать это так, что он просит не говорить вас об отношениях, он просто не говорит такие слова, как «я соскучилась, мне трудно без тебя», это и издавление. Но на отвлеченные темы общаться вы вполне себе можете. Через три дня у нас годовщина, пять лет как месяц. Я очень хочу отметить ему эту дату, но не знаю, имеет ли это место быть вообще этот праздник. Для вас этот праздник имеет место быть, поэтому вы можете сообщить ему о том, что в курсе какая сегодня дата, и очень жалея, что вы не можете ее отметить. Все. Я очень хочу отметить ему эту дату. Вот опять же, вы хотите. Зачем? Почему вы хотите? Я хочу отметить эту дату с ним. Значит, у вас есть какое-то желание. Какое? Так, стоит ли взять какой-то сюрприз для него? Сюрприз, скорее всего, здесь будет чем-то давящим. С другой стороны, многое зависит от характера сюрприза. То есть, если это будет просто сюрприз, который никак не будет намекать на отношения, почему бы и нет. Но здесь нужно разбирать конкретно, что вы понимаете по сюрпризам. То есть, очень важно, чтобы мужчина не счел это давлением. Но, еще раз повторю, без работы над собой, вам, это все делать не имеет смысла. Потому что, еще раз повторяю, вы проявляете эгоизм уже снова опять. Я не знаю, как не быть, ведь я никогда не была в такой ситуации. Как быть, чтобы что? Вернуть человека. Человек не вещь, чтобы возвращаться. Знаете, если он ушел, он ушел от вас. Он не ушел от какого-то поступка, он ушел от вас. И, если вы свое поведение не измените, если вы отношения к себе и к нему не измените, он уйдет снова. На этот раз, на этот раз, уже навсегда. Сколько времени нужно, чтобы понять, люблю или нет, нужно любящему человеку? Нисколько времени не нужно. Я, если честно, более чем уверен, что, а, мужчина вас любит просто пытаясь себя защитить, б, мужчина вас уже давно не любит, просто ищет поводы для того, чтобы выйти из отношений с вами. И я полагаю, что вам, как участнику данных отношений, вполне реально увидеть, что именно, ну, о чем именно идет речь. Могу ли я еще больше отлагнуть его, если я начну предполагать какие-то действия? Да, можете, поэтому вам нужно заняться с собой сейчас. Какие действия лучше предполагать в данной ситуации, чтобы не ошибиться и не сделать еще больнее человеку? Ага, собственно, общаться с ним, так как он предлагается, человек сам вам говорит, что нужно делать. Вам нужно вывести общение на безопасный уровень, чтобы он не боялся общаться, чтобы он расслабился, вот, и после этого уже делать какие-то шаги. Как я могу помочь ему отыскать счастлив ко мне? Никак. Могу ли я изменить эту ситуацию и вернуть любимого мужчину? Можете изменить себя. Вернете ли вы мужчина, это неизвестно, потому что он другой человек, мы за него думать не можем. Но то, что вам нужно меняться само, то, что вам необходима психотерапия, это совершает, это очевидно. Чем быстрее и раньше вы начнете психотерапию, тем больше вероятность того, что вы отношения свои преклоните. Но ориентир психотерапии будет на вас и на удовлетворение ваших потребностей снижения зависимости от людей. То есть это не возврат человека, это не возвращение его, понимаете. Психологи не возвращают любимых. Психологи помогают человеку самому, вот тому, кто обратился, вам разобраться в своих проблемах и стать более естественным, более адаптированным, более гибким, более гармоничным. И возможно, если вы станете такой, то вам этот мужчина и нужен не будет. Вот вы поймете, что вы уже давно переросли его. А может быть вы станете такой, и человек увидит вас и захочет с вами быть. Понимаете? То есть как бы вам нужно переакцентировать сейчас свое внимание с возвратом мужчины на себя. И разобраться в себе. Поверьте, так это гораздо более увлекательно, гораздо более интересно, и гораздо более важное для вас в перспективе направление, которое мы вам желательно бы придерживаться. Вот. Если говорить о действиях, то я думаю, что если вы будете делиться просто с ним какими-то вещами, периодически, чтобы это не было навязчивым, это вполне можно для поддержания контакта, чтобы совсем не прерывать общение. Но не более того. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!